На эту шкатулку, а как выйти-то теперь? Как её открыть? Темно. Чпойнк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в хор, который называется Лето 58-го. Данная игрушка от русского разработчика, и большинство из клейщиков её уже записали непосредственно летом, когда она и вышла, и сказать честно, по отзывам, по каким-то скринам и реально некоторым видосам и вставкам, эта игра реально очень клёвая, и тем более я всегда топлю за русских разработчиков, потому что, ну камон, типа, отечный ХРС, что может быть лучше? Тем более, что он получился достаточно неплохим. Конечно же, сегодня и в следующей серии мы также с вами выясним, правда, это или же нет, или это всё какая-то распиаренная фигня, но мне кажется, что отзывы врать не будут. И последний отечный хор, который я играл, это был Light, что-то, Last Light Remake, по-моему, или просто Light, The Light Remake, вот так он назывался, от, короче, по-моему, Носкова был, и я вообще офигел, честно. У меня, по-моему, не на этом канале Let's Play, а на моём старом, где я реально сидел в мурашках, когда мы с вами дошли до финала и были титры. Поэтому русские хорроры, это реально то, что имеет место быть, а не вот эта вот какая-то непонятная японская трешатина. Поэтому сегодня мы с вами в него сыграем. Сори за такое долгое, так скажем, предислое, просто должен был поделиться, что игрушка ожидает быть прикольной. Тем более, что предыстория такова, какова мы сегодня, собственно, с вами сейчас и прочитаем. Поэтому нажимаем новая игра и погнали. Совсем забыл, что сейчас будет текст. Да, иногда люди выдумывают то, чего нет. Им кажется, что какая-то сущность управляет их разумом и их жизнью. Они совершают ужасные вещи, от которых можно сойти с ума. Я не верю в паранормальные явления. Я верю, что в бедах, которые совершают люди, виноваты они сами, или те, кто их до этого довёл. И для того, чтобы вы поверили своим глазам, а не выдумкам, я снял разоблачительные видео о паранормальных явлениях в двух домах, в которых, по рассказам людей, творилось безумие. Меня зовут Алекс Мортон, и мы начинаем. Так вы знаете, чисто симулятор Димы Масленникова. Короче, едем в какие-то заброшки. Будем смотреть, что происходит. Так, это я уже... Нет, я не играю. Хорошо, это видос. Мы зашли в дом. У нас инфракрасное зрение. Потому что, как бы, ну, извините меня, заброшка там. Темно, света нет. Поэтому приходится подрубать такой вот специальный луч, который, кстати, даже есть в моей вот этой камере. Я тоже, опять же, на старом канале играл в Джейсона, пятница 13. Это очень давно было, но прикол был в том, что я играл в полной вообще темноте. У меня было такое зеленое свечение от вебки. Поэтому, если хочешь, чтобы я повторил этот экспириенс и сыграл в какой-нибудь хоррор, также в полнейшей вообще тьме, обязательно поставь лайк и напиши об этом в комментариях, чтобы я понял, что вы действительно этого ждете. Ну, окей, мы поднялись уже на второй этаж. Осматриваем комнаты. Какая-то спальня. Музяка достаточно стрёмная. Окей, я обшарил все углы, но так и не нашел никаких доказательств, подтверждающих паранормальную активность в этих домах. Теперь я следую в заброшенный пионерский лагерь в России по просьбам своих подписчиков, чтобы выяснить правдивые ли слухи, о которых столько лет говорят местные жители. И, собственно, игрушка у нас там и будет происходить. Говорят, что в этом месте есть призраки погибших людей. От рук одного проживающего его самого так и не нашли. Тела этих людей тоже не найдены. Местные жители обходят это место стороной, а те, кто коснулся этой трагедии, не дают открывать двери этого здания в память погибшим и пропавшим. Я приехал в Россию, чтобы разобраться в произошедшем, выяснить правдивые ли слухи и найти этому доказательства. Соблюдая свою традицию, я заколачиваю за собой двери здания, чтобы не было соблазна покинуть его. Я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Ну, такой, знаете, чисто стартер пак чувака, который снимает видос по заброшкам. Реально. Будем, короче, считать, что мы с вами сегодня Дима Масников. Я не помню, сказал или нет, но игрушка... Да-да. Что-то там кто-то стучит. Игрушка, короче, не особо долгая. И я думаю, что мы ее с вами закроем за 2, максимум 3 серии. Но, тем не менее, очень клевое. Emica Games Presence. Собственно, да. Emica Games, красава. Нужно исследовать этот лагерь. Ну, собственно, давайте к этому делу и приступим. Хорошо, что у нас есть? Родительский уголок. Фотографии, естественно, нет. Двери, как и говорил наш главный герой, мы заколотили. Так, я бы немножечко... Знаешь, что я сделал? А, это максимум? Охренеть. Впервые как-то мне не хватает громкости звуков. Это что такое? Этот предохранитель перегорел. В здании нет цвета. Ну да. Ну, блин, нужно, значит, до темени все это дело исследовать. Хотя что-то мне подсказывает, что моя идея сейчас разрушится буквально на первом же уровне. Так, хорошо, есть какой-то телефон. Вот причины пожара. Пожар немедленно звоните по телефону 01. Ну, конечно, мы это знаем. И вот такой вот СССРовский вайб. Вайб реально заброшенного СССРовского лагеря. Прикольно. Кстати, вот такие штуки у меня тоже были в детстве. Только не в лагере, а... Да что такое? Что-то нос чешется. Не в лагере, а в детском саду. Там арбузики всякие, зайцы, сливы и так далее. Хорошо. Сюда мне идти пока что стремно. Пошли сюда. Мамак... Да, кстати, смотри. Реально. Туалет зачем-то тоже заколотил. Возможно, чтобы не обосраться. Ну, типа, знаешь, там, чтобы не сбежать, а здесь, чтобы не обосраться. Нифига ты занюхнул сейчас, конечно. Так, хорошо, заходим. Мусор в раковину не бросать. Ну, естественно, блин, засориться. Хотя, по сути, а кто здесь вообще живет? Что это? Там ворона. Ворона в туалете, понимаю. Мухи чуть летают. Хорошо. Так, что это такое? Это аптечка. Аптечку, кстати, тоже не могу взять. Уважайте труд уборщиц. Окурки не бросать, все не... Подожди. Окурки не бросать, это детский лагерь. В смысле? Тут настолько суровые... Ох, записка. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словом. Чувак, спокойно, нейтив спикер перед тобой. Сейчас сегодня. Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сирот. И там жила странная девочка, которая боялась воды. Она не мылась и не ходила на реку. Однажды старшие девочки решили над ней посмеяться. Связали ей руки и облили водой. Она очень сильно испугалась и убежала. Много дней ее не могли найти и решили, что она мертва. Но однажды ночью она вернулась в пижаме вся мокрая и убила всех, кто над ней издевался. После этого ее дух, полнолуние, появляется в ванной комнате. Обосраться. Ну, сейчас эту девочку, собственно, и встретим. Здравствуйте. Кстати, такое ощущение, что за окном просто, знаешь, холст. Типа. Ну, скорее всего, так и есть. А что вообще, зачем запариваться было, если туда мы все равно, скорее всего, не выйдем? Так, а что такое? Какая-то картиночка. Так, слушай, нормально. Я такую заметил записочку, которую мы узнали у какой-то девочки. Да-да. Так, пионер растет смелым и не боится трудностей. Могу яркость немножко подрубить, потому что... Блин, музяка в меню, конечно, охренительная. Я помню, мы с тобой играли в симулятор... Давай на 30-очку сделаем. Мы с тобой играли в симулятор... Ух, нет. Зачем? Что-то слишком ярко. Ну, я не знаю. Ну, на 23, может быть, сделаем. Симулятор пограничника. И там музяка тоже была звездец какая-качевая. Я прям заходил в меню и кайфовал. По-моему, то же самое я оставил. То же самое оставил. Хорошо. Так, здесь у нас тоже заколочено. Ни хрена не видно. А! Кто-то кормил тут кошек. Я обосрался. Я наступил на какую-то банку и был очень стрёмный звук. Ну, хотя... Не особо-то и стрёмный, но... Было внезапно. Так, хорошо. Здесь я могу... Здорово. А, вас тут двое. Что-то поезд поехал за окном. Прикольно. Так, жалко, конечно, что я музяку не могу прибавить, но... Ладно. Так, у нас тут также лежат противогазы. Неваляшка. Да, здравствуйте. Такая игрушка в СССР пользовалась популярностью. Так, ну, куда мне идти-то? Это типа... О, я могу приближать. На Е, серьёзно? Могу на котейку приблизить. Хорошо. Подожди, а чё мне нужно сделать? Это, кстати, я не заколачивал, если что. Это явно не вход. А нам главный герой говорил исключительно про вход. Так, учи, что я ещё сделал темней, короче. Строки видео. 25. Во. Ну, давай хотя бы так оставим, да. Так, и что... Чё за звуки? Это кто-то дверь хочет открыть? Открывайте. Я не против. Это, походу, ещё один блогер пришёл. Ну, блин, чувак, нужно было заранее бронировать. Ля, ты понял? Начала происходить какая-то дичь. Здорово. А ты чё? А ты кто? Это игрушка той девочки? Так, я думаю, как бы надо камеру достать. Только дичь происходит, контент упускаешь, чувак. Здравствуйте. Заяц. Его тут точно не было. А где волк? Там, где есть заяц, должен быть волк. Тем более, что это... Подожди, а противогаз так висел изначально? Ля, я не понимаю, что мне надо сделать. Что-то исследовать, с чем-то... А, во. Серьёзно? О, Outlast. Включить ночное видение. Удерживать среднюю мышь, приблизить... Звездец, а если бы я её не заметил. Охренеть. Инфракрасное видение. Во, контент. Слушай, реально. Это чё такое? Русско-английский словарь. Надо взять. А чё, я изначально-то его не взял? Я делал перевод некоторых русских книг в колледже. И для помощи в переводе взял с собой русско-английский словарь. Нашёл на местном рынке. Молодец, подготовился. Естественно, а то вот эти, знаешь, всякие легенды, истории, узнавать без словаря-то как? Никак. Это что такое? Ведётся расследование об исчезновении детей и сотрудников пионерского лагеря Юность, который был открыт в 1955 году, лета 55-го... А, стоп, подожди, лета 58-го, он называется игра. Чё? 55-го под руководством директора Марии Анатольевны А. А, подозреваемый в этом деле ребёнок, проживающий в этом лагере. Имя Яков. Яш, привет. В его шкафчике были найдены улики жертв. Что с ними случилось и где он находится сейчас, неизвестно. Не понял. Так у нас же девочка была. Подозреваемый в этом деле. А, то, что типа Яков похитил детей. Улики жертв. Охренеть. Пацан взял и похитил других детей. Фига, он, конечно, преисполнился. Яков, да, у нас крэш вообще, знаешь, иногда с ним видосы записываешь, а иногда он прям детей похищает только в путь. Так, но я это до сих пор не могу включить, я так понимаю. Камера у нас тут... А, камера на F, да? Ага. Ля, ну я записываю. Я, конечно, записываю. Во, смотри, зайца надо записать. Рек же идёт, да? О! Мухи летают. Шо с зайцем-то делать, я не понимаю? Запись идёт. Запись идёт у меня, по крайней мере, точно. А вот у этого челика, не знаю. Не, ну звуки, естественно, какие-то непонятные происходят. Потому что это всё-таки старое здание, полы давно прогнили. Это я как этот. Дмитрий Масленников, между прочим. Так, но только я всё равно... Может котейк снять? О, котейки чё-то мурлыкают. Котейки, чё мне делать надо? Подскажите, пожалуйста. Подожди, я реально не понимаю. У меня никаких задач нет. Продолжить. На Е, на Ф. На Ф мне ночное видение. Ночное видение. Хорошо, мячик выкатился. Уже что-то криповое. Неплохо. Это зайц кинул, да? Слышь, косой. Если это ты... И хочешь со мной поиграть. Так скажи. Чё вот эти вот всякие интриги? Расследование, чё такое? Горшок. Ну, горшок, да. Тут же как бы дети были, всё логично. Давай мяч снимем. Типа он только что выкатился, и мы такие, что? Что произошло? Кто стучится? Я не понимаю. Мячик. Ёб твою мать. Нихрена себе я мячик призумел. А чё происходит? А ничего не происходит. Скоро стемнеет, нужно поискать свечи. Чувак. У тебя тут шкаф навернулся с таким грохотом. С таким грохотом. Как будто бы здесь, не знаю чё. Левый к триу присесть. Шо это? А, свечи. Эти свечи будут полезны, когда наступит ночь. Спасибо, кошки. Спасибо, кошки. Ты понял? Зайц теперь здесь. Или это не один и тот же заяц? Причём за окном какая-то сирена. Слушай, а если это всё, где я могу ходить? То не особо-то мы здесь и поснимаем, если честно. Ну, скорее всего, это не так будет работать. Ну, блин. На улице как бы темнеет, да. Проблема, реально. Мне-то что делать? Нужно найти зажигалку или спички. Я вас понял. Если я камеру не заметил. О, так тут подожди. У меня рюкзаки, спальник. Во. Может внутри? Но я должен был что-то взять. Я взял с собой спальный мешок, так как планирую провести несколько ночей. Конечно. Это у нас пластырь, наверное. Или шпроты. Ну да. Одной консервной банкой нужно покормить кошек. А, да? Звездец. Взял консервы не для себя, а для кошек. Во, логичный человек. Подожди. Так, а мы просрали кошек. Они убежали. Ну, звездец. Кис-кис. Вот где? А, можно сюда просто положить? Положили. Хорошо. И заяц пропал. Слышь? Что-то меня напрягает. Получено достижение и тушенки не жалко. Ну, конечно. Так, а что такое? Книжка какая-то. Моисей Петрович Петров. Классика науки. Нормально. Так, нам сказали найти зажигалку, потому что скоро стемнеет и будет звездец. Может здесь? Спички есть? Зажигалки нет. Ну, блин, если здесь курили, то должны быть и зажигалки. Так, бутылочки всякие. Что там написано? Ага. Первый в мире наш советский. Господи, это про Гагарина, короче, газета. Блин, реально. Хоррор? По СССР-овскому вайбу. Это ж офигенно. Новых успехов в космосе. Да. Реально, чувак, аж сам прочитал. И преисполнился. Где мне найти грёбаную зажигалку? Пожалуйста, объясните мне или подскажите. Свечки-то есть. Вот они типа лежат. Блин, такими темпами, возможно, этот хоррор я буду проходить и не две серии. Я тут думаю, реально всё будет изи. Слушай, ну зажигалка, возможно, будет здесь. Причём реально круто, что... Вот знаешь, вот этот эффект камеры, он реально очень схож с Outlast, во-первых. Что это? Фотография. Всё? Ничего не скажешь? Нет? Это что? Тоже не могу взять. Короче, нужно найти зажигалки, и мне очень нравится, что... Розетка. Нормально, на стуле. Электрический стул получается. А вот выключать. Что-то всё разобрано как-то у вас. Чуваки. Так не делается. Выключатель должен быть. Где выключатель? Прикольно, что вот, типа, знаешь, эффект такой, что... Короче, как на самом деле камера работает с этим инфракрасным лучом. То есть она не может как бы пробивать на очень далёкие дистанции. Она как бы вокруг себя смотрит, условно. И здесь то же самое. То есть, видишь, здесь всё сфокусировано, а там прям такой а-ля блюр. Но, блин, я всё равно не понимаю, где мне взять грёбаную зажигалку. Есть бутылочки. Давай электричество запитаем. Я не понимаю, реально, в чём проблема? Просто взять и вот это выломать. Чувак, ну куда-то тебе надо идти. Или это всё должно выломаться само по себе. Ну здесь нет зажигалки. Может, я, конечно, плохо смотрю. Я не понимаю, куда кошки сбежали. Кись, кись. Давайте, короче, вы придёте и принесёте мне зажигалку. А чё, мне кажется, нормальный такой обмен. Я вам шпроты, вы мне зажигалку. Так, ещё одна записка какая-то. Подожди. Подожди, а как? А, на мышку интерактировать. Я испугался и не знал, что этим всё закончится. Я доверял и верил ей. Моя подруга Аня, мне так жаль. Прости меня за то, что не смог остановить это. Господи, реально. Я очень скоро вернусь к регулярному выкладыванию видосов с Чок-Чок Суба на Крючок. Это, короче, новелла. Кто не знает про Тайвань, про тоже какую-то мистику. Можете посмотреть у меня на канале. Там уже достаточно много серий. И прикол в том, что там тоже дети. Дети, блин. Замышляют какие-то непонятные дичи, с которых пропадают люди. Что это? Хрена себе. Это крейсер Аврора или что? Поставим обратно. Действительно. Нафиг оно надо. Короче. И здесь то же самое, по сути. То есть есть какие-то малявки, с которыми произошло что-то странное. Блин, ну чувак, мы с тобой здесь уже реально всё изучили. Что здесь может быть? Ты реально не хочешь никак отреагировать на ворону в унитазе? Она, блин, походу задохнулась от... Сам знаешь чего. Не смешно. Так, это, наверное, какая-то фотография. Фотография. Ну, скорее всего, тех, кто был в этом лагере. Причём, ну блин, достаточно такие взрослые ребята. То есть им явно горшки не нужны. Что-то несостыковочка какая-то, да, по-моему? Вот прям... Реально. Что-то мистическое. Что происходит? Точнее, почему ничего не происходит? Не, ну звуки какие-то есть. Это я не могу взять. Тут очень сложно, короче, реально понять, с чем ты можешь интерактировать, а с чем нет. Камон, я здесь уже блуждаю 15 минут. Неужели нельзя мне хоть какую-нибудь зажигалочку дать? Ты видишь зажигалку? Я нет. Ну, она должна прям как-то выделяться, ну серьёзно. Это как бы подсказка. Это affordance называется, между прочим, в игровой индустрии. Вещь, которая... Помогает игроку... Играть. Я бы сам эти шпроты схавал, честное слово. Это что такое? Почта. Я тоже не могу трогать, но очевидно. С чем это трогать? Шкафчики открываются? О, что это? Матрёшка. Расписная кукла. Можно вырубить камеру и посмотреть на неё без камеры. Ой, фига ты криповая. Так, ещё солнце падает. Играть, мне специально подсветили. Непонятно. Так, Маша, Женя, Дима. Зашибись, зажигалка где? Пионер растёт смелым и не боится трудностей. Чёткий плакат, зашибись, мне нравится. Где зажигалка? Так это шкатулка, блин. Почему я не могу взять? Ну, сейчас камера разрядится. Что делать? Ну, кстати, то, что, типа, темнеет, это, походу, блеф какой-то. Ибо пока я не найду зажигалку, здесь ничего не стемнеет. Так где эта грёбаная зажигалка? А зажигалка почти пуста. Я не смогу всегда ей пользоваться. Вижу книгу, короче, смотрю в книгу, вижу фигу. Это про меня есть ещё. Хорошо, теперь я могу зажечь свечи. Зажигай! Звездец. А прикинь, вот пришёл бы на заброшку, а здесь бы не было зажигалки. И что? И звездец. С собой надо носить такие вещи. Спальник взял, зажигалку не взял. Теперь я могу растереть спальный мешок. Ну, спальный мешок мы уже знаем где. Берём, вот сюда ложимся. И погнали. То есть, походу, это реально весь садик готово. Нужно готовиться к ночи. По факту. Ложимся. Загрузка. И вот с этих пор, как наступит первая ночь, скорее всего, будет происходить вот эти. Окей, здесь даже по ночам. Чисто Five Nights at Freddy's. Ночь один, слышим. Получено достижение не до сна. А чё, камеры-то нет? Ну, потому что она на штативе. Обосраться. А вот сейчас страшно стало. Вы чё, это первая ночь? Я уже сейчас штаны наложу. Господи, вот просто представь, насколько это атмосферно. За окном реально какие-то сверчки. Ты здесь лежишь. Нахрен всё закрыл. Понятно, что это хоррор. И то, что в жизни максимум, что может быть, это какие-нибудь бомжи на тебя нападут. Ну, бляха. Просто вот погрузись в эту атмосферу вместе со мной. Это же вообще крепота. Так, тут ворона, кстати. Она была в унитазе. Не звездите. А, подожди, тут больше ворон стало. Чё-то. Раз, два. Это что? Кто? Точнее. Бабуля. Чё, бабуля? Так, только свет не вырубай, пожалуйста. Жуть. Действительно, фотка бабули, вот прям крепота, серьёзно. Какой-то монстр, как будто увидел. Серьёзно. Ну, мне страшно. Скажу тебе честно, мне страшно. Да-да. Заходите. Реально, вот нахрена всегда стучаться? Я не... Кстати, зайцы бы чё-то перекосило. Зачем всегда стучаться? Ну, чувак, хочешь войти? Войди. Знаешь, сам, бадди. Чё-то с ноги. А если не хочешь войти, то ей как бы нехрен... Эээ, нехрен стучаться. Управление тут немножко странное, правда. Я могу реально в какой-нибудь стрессовой ситуации... В стрессовой ситуации могу растеряться и наложить кирпичей. Подожди, так мне сказали реально переночевать. Я проснулся посреди ночи. Слышу какие-то непонятные штуки. Нашёл фотку бабушки. Какой-то на подоконнике. И всё. Что ещё должен здесь сделать? Типа, это я открыть, если чё, не могу. Ну, здесь доски. А, собственно, что я должен сделать-то? Блин, ну вот реально атмосфера прям охренительная, господи. Я прям горд, горд реально за русский хоррор продакшн, так скажем. Потому что, типа, что The Light Remake был охренительным хоррором. Когда там тоже были какие-то сирены. Скорее всего, я на старом канале, если даже это проходил, я его уже скрыл давным-давно. Поэтому... Ага, баночка. Здравствуйте. Это кошки. А, не, не кошки, это заяц. Здорово, заяц. Бляха. Чё за звуки? Туда-сюда хожу. Ага. Понял, принял. Чё, открыть? Открываю дверь, а там как раз сам бадди. А, меня заперли. Даже так? И заяц пропал. Ля, заяц, короче, чё-то знает. Я тебе зуб даю. Вот. И, короче, в The Light Remake тоже... Атмосферка прям звездец была. Она прям давила. Саунд-дизайн в сочетании с графикой, в сочетании с какой-то предысторией... Это было прям охренительно. Охренительно, да. Шо это? Фоточка. Просто какие-то фотки СССРовские, опять же, с ребятами из этого лагеря, скорее всего. Но это прям, знаешь, скорее всего, этот лагерь, он подразделялся на две группы. Ну, точнее, на очень маленьких ребят, вот где реально всякие там Антоны с ракетками, с арбузиками, с мячиками. И более старшие. Потому что вот эти фотки мы видим, это всё-таки... Бляха! Минус сердечко, вы чё так делаете-то? А, то есть просто у меня пропали вдруг резко... А, может это галюны? Кто звонит? Всем привет, с вами Дмитрий Масников. Прямо сейчас мы наблюдаем девочку-призрака, которая ворвалась в наш лагерь, при том, что там была закрыта дверь. И просто спокойно сидит посреди комнаты. А, что вы скажете про призраков после такого? Обосраться, ты чё такая криповая? У него глаз нет, я не понимаю, или что? Так, ну и там телефон, нужно ответить. Ты пока посиди. А, куда свалило? Или меня ушатало. Ночь один, походу, закончилась. Просто посреди проснусь. Это мог спокойно быть какой-нибудь сон, кошмар. Так это всё происходило ночью? А может и нет. О мой бог, моя голова. Незваный гость, получил достижение. Чисто пришла, посидел. На следующее утро. Как я здесь оказался? Нужно найти мою видеокамеру. В натуре. Без видеокамеры контента, конечно, не сделаешь. Ну как ты, конечно, здоровый мужик, смог просто быть ушатанным от маленькой девочки? Это, конечно, вопрос. А, камера там. А, серьёзно? Ну, то есть просто открыли, наконец-таки, эту дверь. Смотри, наверное, тут что-то можем прочитать, нет? Что это? New? Или что-то? Моя? С праздником. А, 9 мая? О, Гуля. Здорово. Я их тут семечек положил. Ну, этот побёг, наверное, кормит. Только реально, откуда она... Подожди, там радио что-то как-то подмигивало мне. Ага. Ну, типа, хорошо. Походу, не работает просто. Вот. О чём я, собственно, говорил. Я говорил о том, что... Девочка-то... Моя видеокамера. А всё! Расшатали твою видеокамеру. Что это написано? Тебе здесь не рады. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться своим русско-английским словарём. Ну, чувак. И... Да. Можешь пользоваться, можешь не пользоваться. Как бы... Ой, господи. Бывает и так? А, блин, я не могу. Короче, сайт там мне что-то написывает в ЛСМ. Надеюсь, всё будет адекватно. Потому что я не могу скрыть его диалоги. Так, смотрите. Здесь у нас... По сути, всё осталось прежним. Единственное, что меня раздолбали камеру. И как я теперь буду снимать свои видосы, я не знаю. Я бы лично уже сейчас бы... Зная то, что я здесь один, вроде как бы... И даже заколотил дверь. И то есть, как бы, неоткуда... Кому-то сюда войти. Я бы уже сейчас свалил. Зная, что ночью мне кто-то сломал камеру. И я это сделать точно не мог. Так, лужа с кровью. Ага. Лужа с кровью. Это, конечно, трэш. Ещё какая-то фотка. Качель. То есть, смотри. У нас, по сути, фотографии чередуются с фотками людей. Реальных людей. То, как бы, дети, то взрослые. С фотками самого лагеря. И каких-то там качелек, зданий, помещений и так далее. Хорошо. Блин, я причём сюда пришёл такой. Ммм, ну здесь же куриц, значит, должна быть и зажигалка. И просто реально смотрю вот на эти окуртки, не замечаю здесь зажигалки. Звездец. Просто человек-анекдот. Может, сюда зайдём? Или мы не можем? А! Там что-то кого-то расчленили, по-моему. Подожди. То есть, те ветки, точнее, деревяшки я мог в туалете убрать, а эти не могу? Серьёзно? Ну, блин, может, как-то отреагируешь, нет? Типа, о, что это за трэш? Чё, всё нормально? Ну, это с девочкой там что-то не то. Я понимаю, как бы, у неё там подростковый возраст, всё такое. Но, блин, не так же радикально это всё дело исправлять. А я даже не знаю, что здесь можно найти. Ну, смотри, книгу мы с тобой вроде как прочитали. А, она не читается. Это что? Это тоже не интерактируется. Реально, вот всё круто в этом хорроре. Кроме того, что вроде хочется поинтерактировать. Там вот шахматы внизу лежали. Но это, скорее всего, просто декор. Поздно ночью, когда люди уснут, не нужно веселья и не нужен шут. И пустозвоны, бубенцы, и горечи полны глаза. Придворные не знают, что значит то веселье для шута. Решает шут, что хватит. И он в ту ночь, надев костюм печальный, отравляет двор и короля. В душе тоска, но план тот непровальный. Не станет больше шут весельем для тебя. Большое спасибо. Это было литературное, вообще, произведение. Точнее, литературное... Как это называется, блин? Литературное произношение стихотворения. По-моему, это не так называется, но забей. Чебурашка, кстати. Нормально. Голубь уже почти всё схавал. Мы прочитали какое-то стихотворение про короля и шута. Что шут отравил короля. И вроде как, типа, стало ему грустно. Но зато своего он добился. Ну, так серьёзно, как бы, эта девочка может поиграть в шута и отравить нас? Неужели ты, блин, американец со своим видеоблогом этого не понимаешь? Ну, для него, конечно, он это вот всё знаешь. Типа, детский лагерь, всё вот эти шуточки, да? А тут, на самом деле, реально криминал. Радио не включается. Я вот такие моменты боюсь, что у меня игра забагалась. Надеюсь, что нет. Очень надеюсь, что нет. Типа, просто радио, которое можно потыкать. Но оно не включится. И шо здесь мне ещё смотреть? Половицы до сих пор скрипят. Ну, это как бы и очевидно. Это трэш. Чувак, просто обрати в них. Надо было приблизить. Карл, приблизить. Окей. Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского, Велик и Могуч. Писал Ленин. Народ, у которого такой язык, народ великий. А это Горький писал. О, котейка. Спит, отдыхает. Твою мать. И вот сейчас ты это увидел, да? А до этого там я приседал, типа, плясал с бубном. Тебе было вообще пофиг. Понимаю. И что после этого мне нужно сделать? Может быть, вернуться в главную комнату? Типа, я такой... Я увидел труп. Надо бы свалить. Нет, реально. А как я теперь буду с ночным видением вообще здесь ходить? Когда здесь очень много каких-то темных уголков. Если... Блин, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, в... Короче, The Light'е, вот тот хоррор от Новикова, по-моему, разработчик. Там тоже нужно было зумить. И только когда ты зазумил, происходил какой-то интерактивчик. Мусор в раковину не бросать. Нет, это нам не надо читать. Это мы с тобой уже шарим. И что? Давай-ка как-нибудь соберем камеру. Тебе здесь не рада. А-а-а! Тот, кто ударил меня по голове, забрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Я думал, камеру раздолбали. Я же записку с тобой читал, ты помнишь? Здесь нужно реально вот... Если что-то увидел, уж быть на 100% уверенным в том, что... Ты с этим повзаимодействовал. Вот. Либо реально вот намного проще было бы реально подсвечивать какие-то штучки. Ну, надо снять трупецки. И сейчас я могу открыть эту комнату. Хорошо. Ну, очевидно. Куда я пойду на контент без камеры? Кстати, кто-то поет. Это девочка. Нужно осмотреть эту комнату. Я не закончил осматривать комнату. А то, что там девочка в коридоре поет, тебе пофиг. Ладно. Что это за хрень такая? Ну, слушай, а это, по-моему, не человек даже. Типа какая-нибудь корова. Ну, потому что она какая-то здоровая. И, типа, позвоночник, он идет как-то вот так. Да, это, короче, какое-то животное. Ну, так извините... Извините меня, а как бы в лагере нужно питаться чем-то людям? Конечно, здесь должны были быть какие-то продовольственные продукты. Конечно, странно, что реально она лежит вот так посреди. Но вдруг просто кто-то забыл убрать. Так, вороны до сих пор. Точнее, уже даже здесь раскиданы. Так, будь чист, опрятен пионер. Показывай во всем пример. В натуре. Пионер вообще красава. Часы, кстати. Ага. А я могу их как-нибудь открыть? Нет? Нет, просто положим обратно. Так, ну, слушай, я комнату вроде бы осмотрел. Блин, так прикольно реально, что все на русском. И то, что ты можешь все понимать. Потому что, знаешь, бывают хорроры, которые ты читаешь, пытаешься вникнуть, а реально из-за того, что тебе не хватает перевода каких-то слов, просто картина не складывается. Сейчас же все четко. Директор пионерского лагеря Юность Мария Анатольевна А. пропала, как остальные проживающие. Мария и раньше заботилась о детях в приюте для сирот. 44-50-е годы. Она была воспитателем и медицинской сестрой, которая отдавала себя только работе. Дисциплина для нее была важнее всего, поэтому родители доверили ей своих детей. Нормально. Короче, про все вот эти загадочные исчезновения, конечно же, писала пресса. И придавала этому всему огласки. Что, кстати, вполне правильно. Так, предохранитель. Все, я теперь смогу свет подрубить. Я возьму коробку с собой. Если ночью что-то пойдет не так, тогда я воспользуюсь лампочками для освещения. Хрена взял. Прикольно. А, нужно отнести коробку к спальному мешку. Главное, чтобы сейчас никто не выпрыгнул. Ага. Мария Анатольевна! Это вы что, в толкан пошли, да? Понимаю. Так, хорошо, куда поставить? Вот сюда можно идти? Мария Анатольевна, пощемило как. Ты видел? К спальному мешку нужно отнести. Вот спальный мешок. Что не так? Куда ее поставить? Я что? А, ладно. Окей, поставим здесь. Я думаю, что можно просто все предохранители вот таким вот образом и засунуть его вот сюда. Да, включаем свет. А где включать? Тут что-то можно было интерактировать. Подожди, подожди, подожди. В смысле, только что я видел. 15 копеек. А как это? Нет, это... А, это с газетой, скорее всего. Ну да. Включаем свет. Придумал это, конечно, хорошо. Я вот там вот видел, краем глаза, какую-то непонятную хрень. Ля, слушай, эту Марию Анатольевну надо было снять, конечно. Что-то я тупанул. Свет вот здесь был. Нормально. И радиус работал. Музяка подходящая, конечно. Заткните, пожалуйста. Она очень сильно нагнетает. Нафиг оно надо. Так, здесь у нас вроде как ничего не поменялось. Шахматы лежат. Чебурашка стоит. Чебурашка, конечно, да. Клевый. Так, и давай подумаем, что нам осталось здесь сделать. Я реально опять боюсь, что... Кстати, следы. Чьи-то руки кровяные. Я опять, короче, боюсь, что я что-то упустил. И из-за этого не срабатывают скрипты. Но мы с тобой вроде зашли, посмотрели, коробка есть. Вот я, кстати, газету вроде не читали, да? А ее и нельзя читать. Вот почему какие-то можно читать, а эту нет. Это как-то это... Смущает. Наводит суеты. Это мы читали. Да-да-да. Мария Анатольевна... Ну, блин, слушай, она меня вообще позвала как бы в туалет. Может, это намек? На что-то. На полу ничего не вижу. Ну, вороны здесь еще до этого пропали. Окно открытое. Фотку мы эту с тобой видели. Это все дело тоже изучали. Не понимаю. Что я тогда должен здесь делать? В этом хорре реально еще не хватает очень сильно... Может быть, мне мозгов не хватает? Я не спорю. Нужно лечь спать, скорость темнеет. С чего он решил лечь спать? Вот типа просто проходил мимо до этого, когда мы с тобой предохранитель вставляли. Он не решился ложиться. А сейчас вот нужно лечь спать, потому что скорость темнеет. Непонятно. Здесь, короче, не хватает слева, например, наверху, объектов, которые ты должен сделать. Было бы намного проще. Ночь 2. Давай посмотрим. Потому что ты реально, по сути, блуждаешь по лагерю и не понимаешь, а что тебе нужно делать. Часа остановились в 3.07. Получено достижение. Нет места чужим. Обосраться. Опять кто-то камеру отнял с ночным зрением. Ну почему? А, вот же она. Я вообще на нее что-то снимаю? Да вы как возникаешь? Зачем ты ее вообще ставишь на штатив? Ее нужно рядом с собой все держать. Слушай, он, конечно, еще такое место для сна выбрал. Просто идеальное. Напротив туалета, в котором, по легендам, просыпаются какие-то непонятные чудовища. Кстати, дверь кто-то закрыл. Закрыто. Ну естественно. Да-да. Да входите, господи. Спасибо. Что? Ой, бляха. Я так не любил первый Outlast за эту хрень. И сейчас вот прям реально какие-то флешбеки ловлю. Это ж прям обосраться. Ты идешь нахрен. В смысле, не нахрен идешь, извиняюсь. И тем более не ты. Я имею ввиду, что... Ты идешь в какую-то пустоту непонятную. Вырубись нахрен. Идешь в какую-то пустоту, не понимаешь. Не понимая, что впереди. Клячу-то это. Вот реально, знаешь, типа я не ору при таких скримерах, но сердце потихоньку как будто сжимается. Оно сжимается и не разжимается. Ну какая дичь происходит? Это... это, Мария Анатольевна. Мария Анатольевна, я вас снимаю. А я не пойду туда, зачем мне? Мне главное что? Запечатлеть призраков на камеру и отсюда нахрен свалить. Мне кажется, что по сути даже материала уже достаточно. Чтобы просто отсюда свалить. Бляха. Саунд-дизайн просто 20 из 5. Ну серьезно. Это охрененно. Спокойно. Да, спасибо. Отдалил. Короче, Мария Анатольевна держал. Ну и наверное все. Этого достаточно. Так, закрыть. И ложимся. Нет? Нет. Хрен-то так. Вот реально. Очень часто разработчики делают, знаешь, клевый сюжет. Все здорово. Но про саунд-дизайн забывают. И мягко скажем, даже хоррор с какой-нибудь офигеть какой-нибудь банальной истории, страшной истории, без хорошего саунд-дизайна смотрится ну реально паршивенько. Типа ты такой играешь и офигеваешь разве что от каких-то очень жестких скримеров, когда у тебя там рожа перед лицом, например, возникает и все. Ага, и теперь сюда. И теперь сюда можно войти. А я обосрал, кстати. Бляха. Вот про этот саунд-дизайн я тебе и говорил, кстати. Угу. А мы здесь уже были. Что делать? Раньше этой шкатулки здесь не было. Ну так она играла. Надо ее прочитать. Точнее, открыть. Заперто. Было бы интересно узнать, что внутри. Ночью в заброшенном пионерском лагере, когда ты открыл дверь и увидел, что какой-то трупецкий просто нахрен в темноту был засасан, тебе реально интересно узнать, что в шкатулке? Ты идиот. Так, в коробке были записаны запасные лампочки в коробке. Ну давай, сходим. Сейчас главное девочку эту не встретить. Нашу подружку. Так. Ну вот. Да, лежат, в принципе. Берем одну. И погнали. А где перегорел-то? Вот здесь, наверху? Да, смотри-ка. Чисто силой мысли поменяли лампочку. Ля, прикинь, гопники в каких-нибудь подъездах могли бы так выкручивать. Это ж вообще имба. Там кто-то сыт? А, подожди, это, наверное, не здесь. Это, наверное, в туалете. В принципе, было бы логично. Так, теперь здесь закрыто. Да что такое-то? А кто это? Это тот пацан? Че? Че-че? А это, кстати, шут. А это, кстати, шут. Что это за шкатулка? Не знаю, давай посмотрим. Там что-то сверху капает. И все? Ну, конечно, смешно, да. Но я обосрался. Типа, шут реально, походу, решил нас разыграть. Но по факту забайтил. Он реально, блин, заскамил мамонта. В моем лице? На эту шкатулку. А как выйти-то теперь? Как ее открыть? Темно. Не, чуваки, мне кажется, сегодняшней серии пора заканчивать, потому что... Че, думаю, капает? Вот что капает с потолка? Хренак, с головы поворачиваю, а тут здрасте. Нет, наши все-таки умеют делать хорроры, и это охренительно. Это, знаешь, вот я был горд за российский кинематограф, когда мы сняли «Майор Грома». Олег Трофим просто гений. И сейчас я горд за то, что есть... Пляха-муха. Что есть очень крутые русские разработчики, которые делают реально мясо. Это прям вот то, чтобы смотреть на ночь и просто больше не уснуть никогда. Ну и че? Че это тут мне дышит? Это кто? Заперта. Кто это, блин? Я не люблю, когда кто-то дышит, не видя, кто это. Я вообще не люблю, когда кто-то дышит. Тем более так. Тем более в пенерском лагере. Заброшенном. Посреди ночи. Так, мы увидели, как заяц пробежал отсюда туда. И дверь, по-моему, заперлась. Че-то скримеров до хрена. Я сейчас понимаю, что реально без камеры мы бы не выжили. Ты че, мать? В туалет встала посреди ночи? Может, реально пора уже спать? Потому что я уже охреневаю от количества монстров здесь. Прям серьезно. И сердечко уже... Не такое сильное. Что-то надо. Бляха, годно, конечно. Реально годно. Но я так понимаю, что меня не отпустят до тех пор, пока я не открою эту шкатулку. А где это уже отключится найти, блин? Скримочок. Вот, понимаешь, искусство хоррора, это же не просто создать какую-то страшную непонятную локацию. И... А что это было? Сейчас вообще не понял. Какую-то страшную локацию создать и сделать так, чтобы человек просто вот обосрался от какого-то страшного лица перед носом. Искусство хоррора, это именно заставить человека ходить таким образом, чтобы пугать с каждым разом его все сильнее и сильнее. И это, черт возьми, ну, реально, как по мне, искусство. Ты можешь там фигачить охренительную графику. Ты можешь придумать очень страшный саундтрек. Но если ты не продумаешь то, как твой игрок будет передвигаться, точнее, то, как игрок будет в твоей игре передвигаться, то, типа, пиши пропало. А здесь прям... Я хожу и обсираюсь, это клево. При том, что, казалось бы, здесь реально три какие-то маленькие комнаты непонятные. Может, радио включить? А, нет. Ключ! С помощью этого включаем, а вот... Господи, спасибо за, так скажем, подсказочку. Без нее я бы реально ключ искал миллиарды лет. Все, открываем. Тут сейчас такая хрень, типа, знаешь, бле... Чисто в лицо. Надеюсь, нет. Опа! Что это? Дорогой дневник. Не описать эту боль. Сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовилась к этому три года. Для того, чтобы это лето было для меня особенным. За эти дни я воспитываю в них настоящих людей. Но и они мне очень помогут. Чем это они тебе помогут? Ничего. А, и загрузчик. Но и они мне очень помогут. Ночь 58-го. Так это, получается, Мария Антольевна вот это вот все? Потому что она же, типа, директор лагеря. Нихрена себе. После сильной грозы в здании нет света. Да, еще кто-то парты расставил. Еще, типа, локация сменилась. Обосраться как? Короче. Чуваки. Я думаю, то, что мы... О, кстати, получаем достижение настоящей убийцы. Надеюсь, не я. Я никого не убивал. Не надо мне тут это приписывать. Это вот всякие непонятные тут призраки бегают и кого-то грохают. Я думаю, то, что на этом можно закончить нашу первую серию. Я думаю, скорее всего, что мы с вами за следующую уже пройдем до конца этот хоррорец. Потому что я говорил вам в самом начале, что он достаточно недолгий. Хочу сказать, что пока что мне очень сильно заходит. Очень сильно нравится. Реально, надеюсь, что и вам также. Но, а лучший ваш фидбэк, это, конечно же, будет поставленный палец вверх. И также написанный комментарий на тему данного хоррора. Как вам вообще данная игрушка? Потому что, реально, я прям, честно сказать, в восторге. И, понимая, что это сделали не какие-нибудь там разработчики Outlast'а, а просто русский паренек. Ну, либо русская команда разработчиков. Это прям вдвойне, даже в тройне, в пятерне, просто в миллиардне. Огромнейший респект этим пацанам. Поэтому, еще раз, если вам понравилось данное видео, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. И включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. Ну, а с вами был ваш Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.